Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня сделала я вот такой интересный мейкап, замечательный, который мне очень нравится. Я готовлюсь к фотосессии, ну и вообще видео поснимать для вас. И вообще хорошее настроение у меня сегодня. Я обычно так не вырисовываю долго всё. Но решила вам показать, как я это делаю. Поэтому, если вам нравится мой мейкап, оставайтесь со мной, я покажу, как я его сделала. Итак, первым делом мы наносим наш консилер. Я уже показывала, как его наносить. Замазываем все-все-все-все-все недостатки. Растушевываю я всё это пальчиком, быстренько-быстренько. Теперь у нас BB-крем от NYX кисточкой нанесли. Сделали тон и припудрили всё это, чтобы закрепить прозрачной пудрой от Make Up For Ever у меня. Мастер скульптинг от Maybelline. Выделила скулы немножечко. Но это такая стандартная процедура. И, конечно же, хайлайтер, хайлайтер. Посмотрите, как сразу преобразится на оба стрёночки. Я вот бежевый использую. Смотрите, раз-раз-раз, лицо просто засияло. Обожаю хайлайтер. Бровки от Vivienne Sabo 002. Мой любимый карандашик. Заполняю пустоты. Выравниваю бровки свои. Быстренько. И теперь мы приступим к самому... Ага, значит, сделаем базу. Это просто беленькие тени наносим. И теперь самое ответственное. Мы берём... Я сначала попробовала взять более светлый тон. Видите? Мы прорисовываем такую стрелочку, полосочку. Но сейчас я возьму более тёмный тон, потому что... Да, самый тёмный взяла. Самый тёмный беру и прорисовываю такую стрелочку. Сейчас увидите. Мы прорисовываем её вот такой стрелочкой к бровке, к нашей, вверх, чтобы она шла. Снимаем лишнее. Теперь берём бочонок, такую кисточку. Берём более светлый тон, на тон, на два. И растушевываем верхнюю часть. Нижнюю вообще не трогаем. Чисто вверх мы растушевываем и делаем такую дымочку. Вот такое у нас должно получиться. Теперь снизу мы берём консилер, наносим на всю поверхность подвижнего века. И кисточкой для консилера я всё это аккуратненько растушевываю. Это прям ювелирная работа, чтобы была у нас чёткая граница. Под нашей стрелкой. Сейчас ещё консилера добавлю. Вот сюда, да. И тоже растушуем. Прям, ну, ведём туда, как бы, вверх. Вверх. И сверху всё это фиксируем, опять же, прозрачно... Не прозрачно, а белыми тенями. По всему подвижному веку и ещё. Теперь мы берём фломастер. Самый ответственный момент. Мы рисуем стрелочку. Это была вообще очень сложная работа. Самая тонкая, наверное, здесь. Тени растушевать можно здесь, как бы, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Прорисовали тоненькую стрелочку вдоль века. И сейчас мы вырисуем вот такую стрелочку. Вот низу, видите? Я уже показывала, у меня есть видео, где я стрелки рисую. Именно вот таким способом. От низу мы, как бы, продолжаем от нижнего века ввести вверх стрелочку, а потом соединяем плавно. И когда мы всё это сделали, плавно соединили, потом мы просто выравниваем, опять же, от уголка глаза и до самого кончика. Выравниваем, чтобы она у нас была ровненькая и красивая. В общем, на видео здесь всё видно. В общем, у меня половина на убыстрёнке, половины нет, чтобы вам видно было. Ну, в общем, стрелочку я прям вообще... Скульпу... Скурпулёзно работала над ней. В уголочек прям я... Дальше мы берём белый карандаш от L'Etoile и прорисовываем нижний век. Внутренний, нижний век. Я думаю, так глазки смотрятся больше. Дальше мы берём белые тени. Можно матовые, можно немножко с перламутром. Дальше мы берём те же тени, которые мы использовали с вами с самого начала, самые тёмные. Аккуратно, тоненько прорисовываем под глазами до половины где-то. И, ну, как бы делаем ту же самую процедуру. То есть сейчас у нас тёмные, а теперь мы берём бочонок и берём более светлый, там на тон, на два, какой вы брали, когда красили сверху. И тоже растушёвываем вот так вот. Всё это. То есть эффект такой же должен получиться, как и наверху. Сейчас я ещё возьму немножечко такое же, чем мы растушёвывали, и немножечко протяну, чтобы как бы соединить со стрелочкой. Незаметно так. Дальше мы берём белые тени, снова те же, которые использовали, под бровь. Обязательно высветляем бровь. Что у нас там? Это я решила ещё доровнять, просто растушевать. Опять же, бочонком, кисточкой, и такой же, который был на тон светлее. То есть с разных сторон я прям вот смотрела, чтобы была растушёвка очень красивая, потому что важно, чтобы были плавные переходы. Сверху у нас. И закрепляем всё это тушью от Vivienne Saboomica Barretous. Не знаю, зачем я это сделала, но почему-то мне стало интересно, когда одна сторона накрашена, а другая нет. Что-то в этом есть! В общем, вот так. Я решила сделать ещё прическу. Думаю, глядь, у меня спонтанно родилась идея, просто немножечко вот этот момент из-под ободка вытащить, прям поправить, сделать такой объёмчик. По-моему, получилась ничего, даже прическа. Вот такая красота, мне кажется, вообще отличный мейкап. Фото совсем не удалось, настроение ещё больше поднялось. Мне кажется, я вообще такая красотка тут! Итак, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, мы с вами увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok